Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня писатель Михаил Веллер. Михаил Иосифович, здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните код плюс 371 для тех, кто звонит к нам из-за рубежа. Номер ватсап 2306191. Михаил Иосифович, есть такое мнение о том, что культура, такое определение культуры, как социального лифта, то есть живопись, музыка и литература в том числе, это такой социальный лифт, который может поднять человека на вершину его человеческого духа. Согласны ли вы с этим? Можно ли так сказать? Вообще существует около 400 определений культуры. Все они, как правило, неполные, смотря с какой точки зрения, в каком разрезе культуру рассматривать. Культура не является социальным лифтом, потому что сегодня социальный лифт – это в блоге устроить стриптиз с непотребными действиями, набрать миллион лайков, встать вверх топа и вот тебе социальный лифт, если говорить о так называемых социальных сетях. Если говорить о культуре как о явлении на уровне самым общим, то культура – это разность между социальной и биологической сущностями человека. Культура – это все то, что надстроено над биологией, если говорить в широком смысле слова. То, что упомянули вы, это искусство. Искусство является частью культуры и иногда, говоря «искусство», подразумевают культуру. Тогда это каждый раз надо оговаривать. Кроме того, что через искусство поднимаются единицы, а тысячи гробят себе жизнь. Так было во все времена, но поскольку искусство, оно не подразумевает каких-то обязательных социальных ступеней. Например, начальник группы, начальник отдела или начальник цеха, директор завода или как-то еще раз создал шедевр и прославился. То это, конечно, массу людей привлекает. Ну и в последние десятилетия люди совершают иногда удивительные непотребства, дабы привлечь к себе внимание. Полагая, что это тоже искусство. Но это уже отдельный разговор. Где, на ваш взгляд, проходит эта грань между искусством, между шедевром и пошлостью? Потому что вы как раз упомянули, что иногда люди пытаются создать что-то и выдавать это за искусство. Где эта разделительная черта? Единые разделительные черты сегодня провести невозможно, потому что одни заявляют, а вот мы живем в эпоху постмодерна. Под постмодерн они подверстывают все на свете, что выламывается за границы здравого смысла. Они говорят, что искусство сегодня – это акция. Поэтому если человек разделся догола и прибил мошонку гвоздем Красной площади, то это искусство. Если это сделал любой идиот, то это не искусство. Это психическое заболевание. А если человек говорит, я этому придаю значение, а акты искусства, то его сегодня называют художником. Когда пластмассовые садовые ведра продаются в магазине – это садовый инвентарь. Когда художник покупает три такие ведра – зеленое, синее и желтое – приклеивает их к куску картона и объявляет инсталляцией, то критики начинают писать, вы посмотрите, какое это искусство. Но эта история уже более полувека. Таким образом, с точки зрения официальной сегодняшней эстетики, как правило, это все бред сивой кобылы в лунную ночь, потому что в эпоху упадка упадок прежде всего сказывается на искусстве. Искусство – это информация, а информация всегда опережает реальные действия. Как писал Булгаков, разруха начинается в головах. Все начинается в головах. Искусство тоже начинается в головах. Искусство предшествует изменениям. Сначала была революция в искусстве в конце XIX века. А потом пошла эпоха революции после Первой мировой войны, 17-22 годы. Так что сегодня эта грани, к сожалению, не проводится. Но если говорить всерьез, пошлость – это отдельный, сложный, тяжелый вопрос. Потому что это относительный критерий. То, что сегодня было величайшим откровением искусства, завтра может стать пошлостью. Вот вдумайтесь, поэт, который первый написал «кипящий негодованием взор». Понятно, что негодование не может кипеть. Это метафора. Понятно, что негодование не может кипеть в глазах. В глазах ничего не может кипеть. Это тоже метафора. То есть это двусоставная сложная метафора. Он был гений. Прошло несколько тысяч лет, и когда редактор встречает в тексте «кипящий негодованием взор», он говорит, милый мой, но это же пошлость. Об этом уже писали сто тысяч раз. Нельзя же так повторять. И таким образом некая мазня, которая объявляется, допустим, шедеврами в живописи Марка Ротко, называется высоким искусством. А гобеленчик, где лебеди плавают в пруду на фоне замка, объявляются пошлостью. Хотя в лебедях, в озере и в замке гораздо больше красоты и смысла, чем в бессмысленных цветных полосах классиках живописи нашего времени Марка Ротко. Вот в такую эпоху мы живем. Если говорить о благородном искусстве, о том искусстве, которое стимулирует развитие, например, есть такое выражение, как голоден до искусства. Можно ли этому научиться, на ваш взгляд, научиться стремлению к большому искусству? Стремление живет внутри человека. Стремление к чему-то – это аспект энергетики. Вот почему из великих грешников получались великие святые. Потому что энергия перла, она просто меняла знак. Раньше он резал прохожих на большой дороге, а потом ушел в монастырь и стал великим отшельником. То же самое, только поменю знак. Точно то же самое – стремиться к высокому искусству. Сначала он должен понять для себя самого, что такое высокое. А вот здесь будут разночтения. Потому что реалист будет говорить одно, романтик – другое, модернист – третье, а постмодернист – четвертое. И вот четыре юных убежденных человека, которые работают в совершенно разных направлениях, и каждый презирает других, считая, что другие занимаются чем-то ошибочным. Вот какая история. С единством критериев у нас сегодня очень плохо. Потому что когда бред сивой кобылы в изобразительном искусстве прежде всего объявляется высоким стремлением, то с этим, вы понимаете, очень и очень тяжело. Раньше, допустим, простите уж за банальность консерватизма, слушали Моцарта в качестве развлечения. Вот его не слушали с такими лицами, с которыми положено слушать молитву и откровение Божие. Ну, развлекались. Музыка была хорошая, богатая, прекрасная. Но это было развлечение. А сегодня таким же образом слушают трэп, который может сочинить любой идиот. И когда товарищи ученые, которые любят набирать статистики, стали смотреть, какой айквилл – коэффициент интеллекта по части любителей музыки, то оказалось, что любители классики умнее, а любители рэпа глупее. И в среднем у любителей классики больше ста единиц, а у любителей рэпа в среднем 90 с небольшим единиц. Вот такая история. На ваш взгляд, если говорить о науке и искусстве, я понимаю, что их нельзя сравнивать, но здесь интересная аналогия возникает, что наука развивается, как мы видим, а искусство, во всяком случае, те шедевры, которые были созданы столетия назад, они до сих пор остаются неким эталоном. То есть, получается, что искусство идет в обратном направлении, в отличие от науки, которая идет вперед? Замечательно. Вот вы задали вопрос прямо в корень. Вот как противотанковый снаряд лучше всего сажать под основание башни? Что такое искусство и что такое наука? Наука познает мир, действительность рациональным способом, проверяемыми рациональными методами. Таким образом, наука так или иначе, она все время развивается. Здесь нужно сделать очень интересную оговорку. После Второй мировой войны, в результате всех ужасов нацизма и с этим связанных, был наложен ряд идеологических запретов на ряд открытий в науке. Таким образом, сегодня на цивилизованном Западе, Европа, Штаты, запрещено говорить некоторые вещи, которые являются абсолютной истиной, никем никогда не опровергнутой, строго аргументированной, но которая, истина эта, не совпадает с идеологическими установками современного западного мировоззрения. Например, о том, что средний IQ разных рас не одинаков. Это ужас. Сказать это, это называется расизм. Хотя, вы меня простите, африканцы 85, европейцы 100, юго-восточные азиаты 104. И все тут. И во всех анклавах, где живут китайцы, корейцы, японцы, всегда тихо и никакой преступности. Во всех анклавах, где живут африканцы, всегда преступность, всегда нищета, всегда безработица. Сколько не воспитывай. То, что я сейчас сказал, все, ставьте мне на лбу клейму расиста, хотя это чистая правда. Но это относится только к социальным наукам. А в области физики, в области математики, любые новые открытия, они не опровергают предшествующее, они надстраиваются на них. То есть, Эйнштейн Ньютона не опровергал. Это просто следующие уровни исследований. А в искусстве не так. Потому что знаменитая легенда о соревнованиях афинских художников, как один нарисовал одно, а другой другое, как настоящее, а третий нарисовал просто занавес, ему сказали раздерни, а он не раздергивается. Это и есть картина, занавес. И вот он выиграл соревнования. Ну, понимаете ли, с изобретением фотографии возник анекдот, как мама показывает мальчику на художника с мольбертом. Посмотри, деточка, как дядя без полироида мучится. И таким образом искусство, здесь совсем другая история. Если говорить об искусстве жизнеподобия, правдоподобия, то оно, конечно, в пост-ренессансу достигло совершеннейших вершин. Если говорить об искусстве, передачи настроения, вот передачи души человеческой, то уже 16-й век, 17-й век, это уже совершенство, которое не переплёвывается. Ты смотришь на этот портрет, вся жизнь на этом лице этого фотография не может показать. А что дальше? Куда идти дальше? И вот в середине 19-го века искусство, пользуясь языком классиков, заколдобилось, потому что куда было дальше идти? У Фленрио Коннер, замечательного американского писателя, так называемого классика второго ряда, был знаменитый рассказ «Хорошего человека найти нелегко», и там был рассказ под названием «На вершине все тропы сходятся». Много лет назад я это перефразировал, с вершины все тропы ведут вниз. Вот когда искусство, мы сейчас говорим о живописи, потому что изобразительное искусство, оно наиболее понятно. Когда оно достигло совершенства, то что-то новое может быть сделано только методом ухудшения старого. Любые изменения будут в минус. Понимаете, после Микеланджело довольно трудно работать в культуре, говоря, что-то новое. После Кановы, после Торвальдсена, это мы уже берем новейшие времена, 19-й век, но дальше уже некуда. И начинают появляться некие уродливые монстры, которые должны что-то изображать. Когда я у стен родного университета в Петербурге увидел памятник академику Сахарову, у меня слова нет цензурного для его характеристики. Если вы представите себе сутулого старика, который вдруг спугнул чающий базар и взмыло 5000 чаек, и весь помет одновременно обрушился на этого пенсионера. Вот все эти мини-сталактиты, вот эти вот эристалагметики, это все будет памятник. А художник говорит, это современное искусство. Поэтому, если наука развивается по поступательной, то искусство развивается вот так вот по синусоиде. Вот какая история. Вы как-то сказали в нашем эфире, когда вы были у нас на интервью, вы сказали, что большинство населения планеты не может мыслить критически. Вы даже привели такую цифру, как 90%, если я не ошибаюсь. Вот прочтение классики и слушание классической музыки в том числе. Может ли научить человека критическому мышлению? Может ли заставить человека видеть мир не черно-белым? Сначала по поводу мышления. Понятно, что самый глупый человек, если он психически нормален, все-таки умнее, самый умный обезьяный, потому что даже самый высокоразвитый молодой самец-шимпанзе над уровнем, допустим, пятилетнего ребенка не поднимется. Когда мы говорим о критическом мышлении, правильно говорить о самостоятельном мышлении. Потому что, когда человеку вместо борща подают помои, он сразу мыслит критически. Он говорит, что за помои вы мне подали, хотя написано, что это борщик. Ему задрали квартплату, и он относится критически. Он говорит, что вы мне впариваете, что это правильные расходы, хотя на самом деле вы меня просто грабите. Когда речь идет о каких-то более или менее абстрактных ценностях, об оценочных категориях нашей жизни, я думаю, что процентов 98-99 не только не способны к самостоятельному мышлению, но и не должны быть к нему способны. Это отдельный разговор. Понимаете ли, в социуме, в человеческом обществе всегда есть, естественно, два начала. Консервативное и новаторское. Новаторское необходимо, чтобы отвечать на вызовы времени, на новые, на изменения. Меняется климат, меняются материальные условия, меняются достижения науки и техники, нужно на них правильно реагировать, для этого всегда нужны новаторы. А консерваторы нужны для того, чтобы сохранять то, что уже достигнуто. Условно говоря, это можно представлять, вот как весь корабль, который идет, и парус, который тащится ветром. Парус необходим, чтобы тащить, а весь корпус корабля в воде необходим, чтобы он не утонул, имел плавучесть, не опрокинулся, имел остойчивость и так далее. 99% говорили, вот отцы жили так, деды жили так, и мы должны жить так, потому что иначе вы новаторы, вы столько всего советуете, 99% ваших новаций, это полный бред. Если мы будем всему следовать, у нас мгновенно все развалится. Поэтому консерваторы давят всех новаторов. Потом иногда, оказывается, зря гения задавили, тогда потом памятник ставят, каются. Так вот, 99% должны ходить с троем в ногу, петь хором и повторять все то, что им сказали в семье, в школе и в телевизоре. А 1% должны говорить, нифига, все не так, вы все неправы, вы все ошибаетесь, потому что дело обстоит вот так, вот так и вот так. Вот эти люди всегда проклевывали новое направление в прогресс через эту гранитную толщу будущего времени. Вот это значит, кто мыслит, а кто не мыслит. Можно ли научить всех мыслить критически? Нельзя. Потому что по определению, вдумайтесь, пожалуйста, в эту фразу, я ее очень люблю. Это мой любимый Вильям Блейк. Лет уж 300 прошло. Если бы другие не были дураками, то мы были бы ими. Что говорит о том, что все относительно. Дурак это только относительно умного. Все относительно. Так вот, мыслить критически, как ты его научишь мыслить критически, тогда чтобы что? Чтобы все развалилось. Но можно воспитывать детей в духе. Ты ничего не должен проверять на веру. Ты все должен проверять сам. Пробовать на зуб. Уметь доказывать свою точку зрения. На этом нацелена американская школа, у которой масса своих недостатков. Потому что американец, образованный студент приличного университета, он готов спорить и аргументировать, но вообще-то он очень мало знает. Он привык спорить и думать, но он вообще ничего не знает. Хороший российский студент знает гораздо больше, но думать отучен изначально, потому что наших стажеров поражает, они там ничего не знают. Их стажеры в России поражают, они повторяют профессору на экзамене то, что он им сказал в течение семестра. А какой смысл в таком обучении? Понимаете? И вот когда нам твердят с детского сада Пушкин наше все, Пушкин наше все, это вбивается представление о непогрешимом культе. Он верит как в непогрешимый культ в Пушкина. Хорошо, Пушкин. Потом он начинает верить во все остальное, в культ генерального секретаря, в культ президента, в культ того, что Россия родина африканского слона. О каком критическом мышлении вы говорите? Так что музыку слушать можно, ну, конечно же, можно. Вот в Третьем Рейхе очень Вагнера любили. Прекрасная музыка. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, и потом вернемся и продолжим наш разговор. Писатель Михаил Веллер сегодня с нами на прямой связи. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи по скайпу с нами сегодня писатель Михаил Веллер, Михаил Иосифович. Здравствуйте. Еще раз. Еще раз здравствуйте. У нас много звонков, все линии перегружены. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Добрый день. Да. Добрый день. Да, слушаю вас. Господин Веллер, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к картине Малевича «Черный квадрат»? Это постмодерн или федевр? И второй вопрос. Как вы думаете, человек существо рациональное или иррациональное? Я имею в виду не про вас, конечно, а про 99%? Спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо. Если вы хотите всерьез и додолго, потому что двумя предложениями толком не ответишь, то о «Черном квадрате» у меня написано в книге «Долина идолов», о «Человеке как о таковом» лучше всего читать у меня в книгах «Всё о жизни» или «Человек в системе». Далее. Живопись в русле, в направлении, в парадигме модерна и постмодерна также может, на мой взгляд, в отдельных случаях являться шедеврами. Это не противоречит. Далее. Что касается «Черного квадрата». «Черный квадрат» нельзя рассматривать как живопись. Вся суть «Черного квадрата» в том, что он стоит именно на переломе, на острие бритвы, на остром ребре гроба. «Черный квадрат» это манифест. А именно, живопись как искусство исчерпало себя все методы, все технические средства, все художественные приёмы исчерпали себя. живописи вам нечего больше сказать. Вы, тупые, зажравшиеся, находящиеся в психологическом кризисе, в идеологическом тупике, нате, получите ваш «Черный квадрат» и заткнитесь. То есть, осуществование этой картины достаточно знать. Но когда я вижу знатока, который в русском музее стоит перед «Черным квадратом» с лицом эстета в экстазе, он закинул лицо, чтобы удержать слёзы на глазах, он наслаждается этой живописью. Это идиот, который обманывает сам себя, который прочитал в книгах, которые он уважает, потому что они толстые и в них умные слова, что это шедевр, и он наслаждается этим шедевром. Пускай он благой вестью Кривелли наслаждается, пускай он наслаждается серьёзными большими картинами, а это для того, чтобы знать, всё, вам конец, выражается узорным языком. И искусству конец теперь думайте, что делать. Это про чёрный квадрат. Теперь про человека. Есть начало иррациональное, и есть начало иррациональное. Одно другому отмит не противоречит, потому что природа человека дуалистична. С одной стороны, чтобы вам было понятно, мы все, каждый из нас состоит не просто из атомов, но даже из элементарных частиц. Каковы элементарные частицы? Возникли много миллиардов лет назад при возникновении Вселенной. И каждый из нас состоит из атомов, в которые сложились эти элементарные частицы. В среднем четыре с половиной миллиарда лет назад при взрывах сверхновых. Каковы сверхновые, где они были в это время, мы не знаем и трудно сказать узнаем, когда и узнаем ли. И вот эти атомы, которым четыре с половиной миллиарда лет телу каждого из нас, они на краткие несколько десятилетий сложились вот в такую комбинацию, как мы. И вы что же думаете, эти атомы потеряли свою вселенскую сущность? Теперь они уже не атомы, они еще совсем иное. Иное да не совсем, потому что как шла вся эволюция Вселенной, которая заключалась в том, что недифференцированная энергия складывалась во все более сложные структуры, которые затем распадались с выделением энергии и обломками, которые затем складывались во все более сложные структуры. И вот это вот, условно говоря, перелопачивание изначальной энергии Вселенной суть вселенской эволюции. И мы сейчас находимся, ну из того, что нам известно, на стрие этой эволюции, потому что мы энергию окружающую быстрее всех захватываем, быстрее всех присваиваем, быстрее всех перерабатываем и быстрее всех выделяем наружу. Это начало вселенское, и вы можете хотеть или не хотеть, но поскольку вы дышите, пьете, питаетесь и так далее, то вы это делаете. А начало рациональное, у вас есть голова, и когда вам нужно забить гвоздь, вы его забиваете не головой, а молотком, действуя рационально. Вот как-то и все. Если вы хотите вникнуть в эти вещи, я вот назвал пару книг, потому что в одном предложении Господь с вами, здесь нужен курс лекций, здесь одной лекции не хватит. Вот вы сказали об эстете, который якобы что-то чувствует, может быть, действительно, может быть, потому что так принято считать, что-то чувствует, смотря на картину «Черный квадрат» Малевича. Говоря в живописи, какие чувства она должна вызывать, например, если смотришь на картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», и она, как правило, вызывает такое чувство всепрощения родительского, всепрощения, какого-то прощения несовершенства. Вот на ваш взгляд, это индивидуальные чувства, которые ощущает человек, смотря на живопись, или все-таки это какие-то фундаментальные вещи, которые чувствуют все? Понятно первое, что каждое искусство условно. Когда мы смотрим на возвращение блудного сына, мы смотрим только на цветовые пятна, нанесенные на холст. Больше там ничего нет. Все остальное это уже наша внутренняя работа, очень сложная работа нашей высшей нервной деятельности, нашей психики. Далее. Люди, в общем, они нечестны в своих чувствах. Вот когда люди с раннего детства воспринимают существующую в обществе мораль, вот через не надо быть жадным, надо делиться игрушками, надо говорить правду и так далее. Люди воспринимают с детства, что такое хорошо и что такое плохо, и что он должен чувствовать, и чего он не должен не чувствовать. А человеку свойственно завышать свою самооценку. почему это отдельная лекция по психологии личности завышения самооценки индивидуальной, коллективной. И стремясь к завышению своей самооценки, чтобы себя уважать больше, чтобы к себе относиться лучше. Он думает не то, что чувствует на самом деле, а то, что ему предписано чувствовать. Потому что, если человека никак не разбивать эстетически, он никогда вообще ни одной картины не видел и не знал, что живопись существует, то ему эта картина ничего не скажет. Сначала он должен хотя бы знать, ну, в общих чертах притчу о блудном сыне. Он должен знать какие-то основы христианства. Потом он должен что-то понимать о прощении и непрощении, об отцах и детях, об отцовской любви и отцовском горе, и о том, что молодость волочет людей по свету. И тогда он должен понять, а этого на моем веку никто сам не понял, что Александр Сергеевич Пушкин, который наше все, повести Белкина, блистательная проза повести Белкина, вот гениальная короткая проза, станционный смотритель, лучший из них, станционный смотритель, это притча о блудном сыне наоборот. Там не блудный сын, а блудная дочь, бедная и добродетельная, которая пошла по стезе порока. Она сбежала с заезжим гусаром, а уж гусары эти гуляки, развратники, игроки, и она должна была бы прийти и пасть к отцу в ноги. Но этот добродетельный отец умер в горе и нищете, а барышня, богатая, хорошо одетая, добрая, со счастливыми детьми, приезжала на его могилу. Люди, как правило, слышат кого-то другого, или где-то вычитывают. И вот, когда у человека, выражаясь языком разговорным, простите, достаточно меблирован чердак, он в состоянии воспринимать живопись достаточно сложно. А если он придурок, каковых в эстетическом плане, разумеется, подавляющее большинство, то он в лучшем случае ходит по выставке в юные годы. В этом отношении девушки лучше юношей. Юноши больше, значит, пьют, а девушки все-таки более склонны к искусству, к изящному. Вот она ходит по музею, у нее в руках бумажечка такая, ручка такая, и она записывает картины, которые она видела. Вот чтобы не забыть. Зачем это ей? Ну, чтобы вспомнить, чтобы сказать. А вы понимаете, что человек должен чувствовать. Так кто его знает, что он должен чувствовать? В этом в свое время и была революция, которую в прозе произвел Химмингуэй. Что? Старый лжец и мошенник подумал я. Печать смерти. Видел я пыльную дорогу и солдат на этой дороге, где на завтра каждому второму предстоялась смерть, а каждому третьему кое-что похуже смерти. И не было ни хрена на их лицах никакой печати смерти, только пыль и усталость. Вот это вот из того, что человек должен чувствовать печать смерти, то, что на самом деле, понимаете, это отдельный разговор о честности восприятия. косвенные события, связанные с произведением, в том числе литературным, как-то влияют на его восприятие, потому что, если мы говорим, например, о Селлинджере над пропастью воржи, и то, что убийца Джона Леннона после того, как совершил свое преступление, он сел, открыл Селлинджера и стал его читать, и это тоже уже, в общем, всегда подает в качестве одного из таких особенностей этой книги. Насколько это важно, вот эти косвенные элементы, связанные с произведением? Вы гениальный интервьюер, одно удовольствие, спасибо. Понятно, что, первое, чрезвычайно важен контекст, в который погружено произведение искусства, ну, в частности, литература, в каком оно создано и в каком оно сейчас существует. Если читатель этого не представляет, то для него почти все упущено, он не понимает, что это значит, он не понимает, что за этим стоит, но с тем пацаном, который стрелял, понимаете ли, какая история? Вот человек испытывает кому-то совершенно сильное, всепоглощающее, на уровне сжигающей страсти чувство любви. И далее начинается, почему Хосе убил Кармен. Хорошо, он ее любил, а она его нет. Ну и плюнул бы и жил своей жизнью. Почему он ее убил, а потом поехал и сдался властям, зная, что его повесят? А потому, что чувство было настолько сильно, что оно может изменить свой знак, но не может изменить своей величины. Любовь может перейти в ненависть, но не может перейти в равнодушное презрение. Точно так же сильная ненависть иногда переходит в любовь, но в равнодушие очень редко. Так вот, когда человек читает хорошую книгу и ею очень увлечен, вот она его берет, она после него проникла, он, конечно, испытывает сильное воздействие. Вы знаете, в Советском Союзе хотели назвать озеро, не дали, назвали после распада Советского Союза. Есть одна точка на карте России, которая названа именем Джека Лондона. На Клыме есть озеро Джека Лондона. Это его так назвали колымчане, старожилы, золотоискатели, кто-то бывшие зэки, потому что они-то понимали, кто такой Джек Лондон, который оказывал колоссальное влияние на массу людей в Советском Союзе, потому что это была свобода, ответственность и сила, там никто не ходил с троем. Так вот, читает книгу и очень хочется буквально сделать что-то. Я помню давно-давно, я был юный, я жил в коммунальной квартире, я прочитал одну книгу, не скажу какую, которая произвела на меня такое впечатление, что я не знал, что мне пойти и сделать. Я взял соседский ежик для мытья посуды и вымыл общественный унитаз. Я бы, может, вымыл своим, но у меня своего не было. Так вот, человек получил сильнейший эмоциональный заряд, а что с ним делать, он не знал. Если бы мог, он бы, я знаю, был бы он миллиардер, и весь миллиард он бы, допустим, отдал Джону Леннону, еще бы он его поносил бы на руках, повез бы его, я знаю, в Диснейленд или в дорогой магазин и купил ему тысячу лучших костюмов, но поскольку ничего этого он не мог, то он мог его хотя бы убить. Сильная страсть, но со знаком минус. Вот таково воздействие, но что интересно, в зависимости от эстетического развития человека, от его уровня, на кого-то может произведение не только слабое, но даже пошлое производить очень сильное и искреннее впечатление, а какое-то произведение высокое не производить, вот это все относительно. Много звонков у нас, примем еще один звонок, здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин, насчет критического мышления россиян. Как бы Макрон разгоняет демонстрацию, 9 тысяч человек сажает в тюрьму и остается президентом Франции. Меркель пускает 5 миллионов беженцев в Германию, которые убивают, насилуют немцев, и остается 16 лет канцлером в Германии. Ни у кого не возникает вопрос о развитии беспокойства за критическое мышление французов, немцев, греков, американцев, у которых там 40 тысяч... Да, у нас очень мало времени задавать вопрос, чтобы... Да, они имеют крыши над головой. Что надо сделать, вот вопрос вашему гостю, чтобы западная цивилизация перестала беспокоиться о здоровье и критическом мышлении россиян, и возможно ли такое? Спасибо. Спасибо. Я так понимаю, что наш слушатель живет скорее в Латвии, чем во Франции, в Германии или в Штатах. Я правильно понял, да? Да, это местный. Так вот, Запад очень мало беспокоится о происходящем в России. В общем и целом, ему это все совершенно до фонаря. Просто российские СМИ отфильтровывают сообщения, всячески создавая у российского потребителя информации, у русскоязычного потребителя информации такое впечатление, что Россия это осажденная крепость, которую со всех сторон все ненавидят, все порицают, все учат жизни и так далее, и так далее. На самом деле они живут своими собственными проблемами. И своих проблем у них дофига, и своих недостатков у них дофига. И будь я диктатором Германии или Франции на один год, уж я бы им, конечно, порядок навел, но Всевышний не судил мне быть диктатором Германии или Франции. Что касается Макрона, который арестовывает. Если бы там полицейские хватали и волокли людей, которые пальцем не тронули ни один автомобиль, ни одну витрину, ни одного человека, полицейские были бы в тюрьме, а начальник городской полиции был бы под следствием, а городской мэр вылетел бы с работы к чертовой матери. Сравнивается, понимаете, люди, которые выходят, если бы там на выборах были подтасовки подобные московским, сидели бы все, кто это подтасовал. А здесь, понимаете, они сравнивают, простите, есть такая поговорка «хрен с перстом». Так что надо заниматься своими вопросами и не лезть учить Запад. Не обращайте внимание на то, что вам рассказывают СМИ. Они вам расскажут. И, простите, господа, разумеется, это не присутствующих. Да, еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. Да, слушаем вас. Господин Веллер, у меня вот два вопроса, разноплановые совершенно. Во-первых, как вы относитесь к Набокову? А второй вопрос, вот когда вы смотрите живописные работы, какие-то вызывают у вас слезы восторга? Вот могу привести, допустим, фаюмские фрески, что на меня действует дико, или работы Верещагина, маленькие, не горает о черепах? Да, спасибо вам. Значит, никогда не задавайте два вопроса, потому что, когда человек думает об ответе на втором, он забывает первый. Что касается Набокова, я хорошо отношусь к Набокову, я отношусь к Набокову положительно. Я разделяю вполне общепринятое мнение относительно Набокова, что он был блестящий стилист, что он был прекрасный писатель, и у него, может быть, есть, на мой личный вкус, свои недостатки, но так может каждый сказать о каждом, это уже частности. Что касается живописи, любой человек, ну, которому сколько-то нравится живопись, который в ней сколько-то разбирается, ну, видел хотя бы несколько раз и в жизни картины, которые производили на него очень сильные впечатления. Скажем так, что касается слез. Бывают люди слезливые, и бывают люди, которые не плачут никогда. Бывают люди с очень сильной, очень уравновешенной системой, например, которых берут в космонавты. А бывают люди чрезвычайно возбудимые, слезливые, такие очень часто бывают актеры. Так вот, там, где актер будет плакать, космонавт не будет плакать. Но там, где космонавт будет устранять аварию, актер будет биться в истерике. Но нужно понимать, понимаете ли, что каждому свое. А если вопрос, видел ли я картины, которые мне производили очень сильные и глубокие впечатления, да, разумеется. Ну вот, отвечая на вопрос слушателя, который звонил до этого, сказали, что стоит заниматься своими делами. Если говорить всерьез о сосредоточенности на самом себе, это ведь тоже, как правило, в этом корень проблемы определенного безразличия, когда человек думает только о себе, только о своей семье, только о своих каких-то проблемах и живет в определенном таком кубе, из которого не может выйти. Например, в театральном вузе есть такая методика, как работа на сопротивление, когда, например, девушка с виду, похожая на Джульетту, играет старуху из Иргиль, скажем. Вот стоит ли нам иногда вставать на место других и как-то расширять свое сознание в этом смысле? Разумеется, вы сами построили вопрос, ответив на него самим построением. Да, разумеется. Не надо путать два понятия. Не суйте нос в чужие дела, когда хватает своих проблем и будьте равнодушны ко всему, что вас не касается. Нет. Разумеется, никто не призывает к абсолютному оголтелому эгоизму и эготизму, то есть замыканию только на себе и на своих интересах. Нет. Но, как вы знаете, есть люди, которые очень любят совать нос в чужие дела, не особо-то занимаясь своими. Вот про них и сказал когда-то Фигара, созданный по Марше, займем каждого своими делами так, чтобы ему было не до чужих. Об этом и сказал когда-то Кир Второй Великий, глядя на спартанских послов. Если боги дадут мне дожить, спартанцам будет не до чужих бед. своих хватит. Так вот, когда кругом в своей стране делается достаточно рассказывать, почему Макрон плохо относится к России, вы его спрашивали, вы с ним разговаривали, вы с ним давно виделись в последний раз, не занимается этой ерундой, занимается своим. У нас еще звонок, попросим очень коротко нашего радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей. Да, Сергей, задавайте вопрос. Я такой вопрос господину Геннадьеру. Вот это в 2014 в первенном году, когда были Майданы в Киеве, то западные страны говорили, что не трогайте этих самых и так далее, хотя они там жгли полицейских и так далее. Вот в это же время в Гамбурге разгоняли демонстрантам, брасбольтами и так далее. Какой у вас вопрос создавайте? У нас очень мало времени. Вот именно вопрос, что на сказки говорит Еллер. Сказки? Знаете, я понимаю, что наш служитель лично был на Майдане и лично был в Гамбурге. И суждения он черпает из тех же самых газет, из тех же самых каналов центрального телевидения, где рассказывали, как в Донбассе распяли мальчика. Вы знаете, что делалось в Гамбурге? Вы знаете, что делалось на Майдане? Вы знаете, как банда Януковича отбирала бизнес у всех и грабила всю страну? Вы знаете, как милиция настучала по головам студентам, которые пальцем никого не трогали? Разумеется, украинцы все оказались поголовно жидобандеровцами. Раз, вчера были братья, а сегодня жидобандеровцы. И одновременно эти жидобандеровцы братский народ, у которых только фашисты на американские деньги захватили власть. Как будто не Путин дал Януковичу 3 миллиарда перед этим. Как будто не к Путину Янукович ездил на инструктах. Как будто не российские военные вывезли Путина с Украины. Ну что вы, ей-богу, вы еще напишите на меня письмо в Политбюро товарищу Демичеву, например. Ей-богу, я не буду отвечать на этот постсоветский маразм. Это не серьезно. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наше интервью. Спасибо нашему гостю Михаилу Велеру, писатель, был гостем программы «Абонент доступен». Эфир провели Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Всем спасибо, всего доброго.